МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что мы вас выдернули из вашего плотного графика. Они дали вам отдохнуть. Вы познакомились с Алтайской землей, с Барнаулом? С Барнаулом в частности. Вчера было открытие Шукшинского кинофестиваля. Сегодня у меня творческая встреча со зрителями. Я надеюсь, что завтра у меня будет великолепная возможность увидеть Алтай. Нас повезут по разным местам, краям. Так что я надеюсь, что я смогу, скажем так, оценить всю красоту вашего края. Вы, я начала говорить с того, что вы, собственно, предстали перед массовым зрителем как актриса мюзикла. И это, я так полагаю, ваше основное направление, ваша деятельность. Одно из основных. Ну, не могу сказать, что это основное. Знаете, в нашей актерской профессии все не так просто. Это не значит, что ты проснулась утром и сказала, а сегодня буду сниматься я в сериале. Или, нет, давайте только исключительно полный метр, да. В этом смысле мы люди подневольные. Куда тебя утвердят, куда тебя пригласят. Собственно говоря, там ты и будешь работать. Но мюзикл все-таки настолько сложный жанр, разноплановый. Здесь и вокал, и театральное ваше мастерство. Откуда энергию черпаете? И все-таки это все вживую всякий раз. Ну, знаете, как у нас говорят, кто на кого учился. На сегодняшний день актерская профессия, она такая, во-первых, обширная. Это раз. А во-вторых, артист должен уметь все, да. Он должен быть универсальным артистом. Он должен уметь работать в драматических театральных постановках. Он должен обладать, пусть непрофессиональным, но, скажем так, актерским пением. И уметь должен двигаться. Это, скажем так, такова сегодняшняя позиция. Профессия такая. Вы своим студентам, которых вы воспитываете, говорите, что актерство – это профессия для богатых. Почему? Ну, вы знаете, к сожалению, к сожалению, наверное, та информация для тех молодых, которые стремятся пойти в эту профессию. К сожалению, мы, когда находимся у экранов телевизоров, или когда приходим в кино, мы видим, скажем так, только красивую сторону актерской медали. Я не знаю, там, издания, глянцевые журналы, обложки. Но есть и другая, менее, скажем так, приятная сторона. Кроме того, что это, естественно, достаточно тяжелый труд. А во-вторых, не всегда все получается. Не всегда удача тебе улыбается. Не всегда ты можешь и нужен. Не всегда ты востребованный. Тогда это бывают серьезные жизненные и трагедии, и проблемы. И реализовать себе артисту на сегодняшний день среди такой огромной конкуренции не так просто. Как вы справляетесь с моментами невостребованности? Наверняка они есть у каждого актера. Ну, конечно, я могу сказать, хотелось бы, чтобы и снимали чаще, и, может быть, и роли другие. Мне, к сожалению, там не достаются роли золожек, я не знаю, принцесс, и разных положительных, голубых героинь меня всегда видит каких-то, вернее, во мне видит каких-то жестких, экстремальных особ. Нет, безусловно. А вам бы хотелось золушку сыграть? Я не то, что говорю, что мне хотелось, я говорю, что не предлагают. Это разные вещи. Конечно, играть отрицательных персонажей интереснее. Безусловно, да, палитра красок, ярче, скажем, гуще. Но черпаем силы. Это, во-первых, бездействовать ни в коем случае нельзя. Я всегда говорю, что под лежачий камень, а да, не течет. И волей судеб, опять же, я режиссирую, я продюсирую. Опять же, так получилось, может быть, я сама этого не очень хотела, жизнь, не могу сказать, заставила, да, она как-то направила. Вот, и я посчитала, что не воспользоваться подобным предложением, по крайней мере, было бы глупо. Вы не сыграли роль золушки, как вы говорите. А какую роль, которой вы гордитесь, которая для вас самая значимая, вы сыграли? Скажу вам так, что, наверное, артист скажет, что, знаете, как дети, мои роли, они все любимые. Безусловно, я думаю, я должна благодарить сериал «Обреченные стать звездой» и роль Альбины, скандальной журналистки, которая мне тогда досталась, она, наверное, принесла мне именно такую, знаете, обширную популярность и зрительскую любовь, скажем, такую узнаваемость, да, то есть вплоть до того, что говорят, там, ты можешь одеть очки, ты можешь одеть бейсболку, шляпу, но очень узнаваем голос. И я думаю, что действительно, если сериал, я не помню, сколько там, количество сот серий, и если он на протяжении нескольких лет шел, да, скажем, на одном из центральных телевизионных каналов, то хочешь, не хочешь, но каждый человек как минимум один раз это увидел. А какую роль хотелось бы сыграть? О чем мечтали? Вы знаете, много о чем мечталось бы и хотелось бы. Другое дело, что у меня, например, на театральных подмостках есть возможность на сегодняшний день выбирать, что я хочу играть, потому что есть возможность это реализовать, да, в жизни. Я не служу в государственном театре, то есть я не жду ни от государства, ни от других высших сил некой благодати, да, о том, что а что-то мне сейчас какой-то кусочек с неба свалится, достанется мне какая-нибудь большая или не очень большая роль. Мы сами кузнецы своего счастья. Вот так вот. Поэтому я не оставляю, во-первых, и музыкальный жанр, я действительно люблю мюзиклы, музыкальные спектакли, но также я занимаюсь и театральными постановками. Я очень надеюсь, что на Алтаев-Барнаут в частности будет возможность привести спектакль Владимира Гуркина «Любовь и голуби». Который у вас совсем недавно вышел. Да, замечательный актерский состав, очень талантливый режиссер Василий Мищенко, ну а уж актерская команда выше всяких похвал, это наше старшее поколение Михаил Васильевич Жигалов, Рейса Иванова, Рязанова, также Олеся Железня, Коля Прокофьева, Танечка, Оргова, Татьяна Догилева, Мария Головкина, то есть Толечка Журавлев. Ждем, ждем. И мы будем очень рады побывать в вас, действительно, несмотря на то, что наши театральные и уж телезрители тем более прекрасно практически наизусть знают этот фильм, цитаты разошлись, скажем так, давно в народ, мы пользуемся ими в жизни, но изначально, во-первых, это была театральная пьеса, потом уже Меньшов снял свою талантливую картину по этой пьесе, но материал настолько не устарел, он настолько актуален и сегодня, я уже не говорю о том, что любовь, во-первых, это вечная, а окунуться вот в эти взаимоотношения еще семьи и в соседей это это всегда актуально. Наталья, вы приехали в рамках Шукшинского фестиваля и вот, собственно, близко немножечко Любовь и Голуби, тематика, да, и Василия Макарыча это село, это деревья, это любовь. Ну, это, потому что это настоящее, это, знаете, не, скажем так, не те фантики, да, не те бумажки красивые, в которые мы готовы обернуться, или мы радуемся и смотрим на эту какую-то блестящую мишуру со стороны, а вот если эту бумажечку развернуть, да, то что останется? Останется вот эта суть, да, как у Шукшина, останется вот эта правда, поэтому, возможно, оно, оно, я хотела сказать сюжет, конечно, не оно, он сюжет, и нас цепляет, понимаете, попадает нам в сердце, и наше сердце откликается на это, а вот чистая, настоящая эмоция, это именно то, наверное, зачем зрители приходят в театр. Вы говорите в ваших интервью, что для вас все же главная роль это роль мамы, как вам удается совмещать такой обширный гастрольный график, такую бурную жизнь театральную? Знаете, как любой другой маме, которая ходит на работу, которая приходит вечером с работы, ей нужно еще накормить, да, поить, постирать, погладить, не знаю, собрать в садик, в школу, потом проверить уроки и так далее, и так далее. На самом деле, все то же самое, было бы желание. А силы у нас, девочки, всегда найдутся. Сташенька, спасибо вам огромное за время, за силы, которые вы потратили на это интервью, и за ваш визит на Альбас. Спасибо вам, что пригласили. Это была программа «Наше время», и мы сегодня беседовали с замечательной актрисой Натальей Громушкиной. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова